Нетрезвый водитель. Под таким названием с 13 по 22 сентября сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения провели оперативно-профилактические мероприятия. В том числе массовые остановки водителей на дорогах с целью выявления тех, кто сел за руль в алкогольном опьянении. Об итогах масштабных рейдов. Марина Иванова. Потребляйте что ли? А в трассу не курите? Нет? А? Остановка машины, проверка документов, беседа с водителем. Так, в процессе общения сотрудники ГИБДД определяли запах алкоголя, неадекватное поведение, несвязанность речи и другие признаки нетрезвости или их отсутствие. Госавтоинспекторы в течение 10 дней дежурили на разных участках и в разное время суток. И не безрезультатно. Только за период данной акции инспекторами ГИБДД было выявлено порядка 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения, также 10 водителей, не имеющих права управления и ряд водителей, лишенных данного права. Ужесточение наказания за езду в нетрезвом виде испугало не всех. Особенно смельщиков много, выходные дни, поздно вечером и ночью. Курсируют они по городу и рано утром. Этот водитель, увидев, что попал в поле зрения сотрудников инспекции, вместе с друзьями попытался скрыться. Но видеорегистратор зафиксировал факт движения автомобиля, из которого вышли нетрезвые мужчины. Беседа с тем, кто сидел за рулем, продолжилась уже в машине автоинспекторов. Почему вы садитесь в нетрезвом виде-то за руль? Если уж хотите отдыхать в пензине, вам же никто не запрещает. Пожалуйста, есть такси и служба. Вопросов никаких не будет. За 8 месяцев этого года в Иркуте выявлено более 300 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Одним пришлось раскошелиться на 30 тысяч рублей и лишиться права управления машиной на полтора-два года, другим в течение 15 суток осмыслить свое поведение в спецприемнике.